Я рад, прежде всего, всех вас приветствовать и поздравить с новым 5783 еврейским годом. Сегодня вместе с нами замечательный человек, узник Сиона Рабиносен Вершубский. Приветствую вас, Рабиносен. Добрый день. Итак, приветствую вас. Хочу пожелать всем нашим друзьям, где бы они ни находились, здесь в Америке, где-то там, в Европе, включая Россию или Украину, чтобы это был год кодом мира и благословения, чтобы войны закончились, несмотря на то, что мы на самом деле находимся в очень трепетное время, и мы молимся о жизни, потому что сама жизнь на планете Земля, как мне парадоксально звучит, находится в опасности. Когда мы говорим о том, что сейчас происходит в мире, то это, конечно же, не политика, это этика. И то, что мы, евреи, так чувствительны к тому, чтобы был мир, к тому, что кто-то погибает, что кто-то погибает не потому, что его срок пришел, а потому что какому-то человеку или каким-то людям выгодно убивать других. Убийство — это всегда аморально. Тора говорит, что когда Всевышний утопил египтян, преследовавших евреев, и их мертвые тела выбросило на берег, и ангелы радовались этому, то Всевышний сказал, чему вы радуетесь, это мои создания, я их тоже создал по образу и подобию. Те египтяне, которые гнались за евреями, которые заслуживали смерти, которые получили смерть, они все равно, это горе для Всевышнего, они созданы были по образу и подобию. А сегодня утром я подумал еще вот о чем. Евреям никогда не было хорошо, когда была война. Одних неевреев с другими евреями. Евреи всегда были пострадавшими в этом. Евреям всегда от этого было только хуже. Я очень боюсь, что это может произойти и сейчас. Одна опасность — это чтобы нам было плохо. Но есть опасность еще больше. Это когда мы видим, что плохо другим и несострадаемым. Это опасность внутреннего духовного разложения. Потому что несострадающий еврей, по сути, перестает быть евреем. Как мы знаем по еврейскому закону, что человек, у которого нет этого качества милосердия и сострадания, великий маймонит, законодатель, поставил под вопрос вообще его происхождение еврейского, как потомка милосердного Авраама. От многих очень друзей слышали такие слова «это не наша война». Любая война — наша война. Это наш мир, он очень маленький. Это наша мораль, это наше чувство справедливости, это наше чувство сострадания. Вы совершенно верно это сказали. Мы, конечно, не хотим ни в коем случае судить тех наших с вами друзей, которые находятся в Российской Федерации. Они находятся в чрезвычайно сложных условиях. И я думаю, что даже те, которые не понимали, что происходит, вот в связи с мобилизацией или могилизацией, как некоторые по этому поводу говорят, я думаю, что они тоже испытали страх. Они тоже поняли, что война, которую думали они не их, она пришла, к сожалению великому, к ним сегодня. Мы не злорадствуем по этому поводу, желаем им всем мира. Но в каком-то смысле нам всем, конечно, в эти дни трепет, во-первых, нужно этот трепет испытать и ощутить свою зависимость от небес, и ощутить, что мы все ходим под Богом, и что планета Земля, ее жизнь находится сейчас в опасности, потому что в руках неких людей или некого человека сосредоточена сила уничтожить весь этот мир, все-таки какое-то утешение и надежда, это слова царя Соломон, который сказал «Лев млахим биядашен» «Сердца царей в руках Всевышнего». Поэтому даже если мы не можем влиять на Путина, то мы все-таки можем влиять на царя царей. Но для этого нужно, прежде всего, принять его царя. И тут мы подходим к самому, к самой основе, что же такое Новый год, Роша Шана, что такое 10 дней раскаяния, что такое Йом-Кипур. Многие думают, что Роша Шана – это макание яблока в мед, это пожелание друг другу сладкого и хорошего года, ну, в лучшем случае, это подведение итогов и тшува, которую мы не очень понимаем, что такое тшува, что такое раскаяние, возвращение. И мне кажется, главное в эти дни и в Роша Шана, и в Йом-Кипур – это воцарение Всевышнего. Именно в этом, мне кажется, и заключается наше тшува, в том, что мы провозглашаем Всевышнего царем. Не вообще, не со знаменем, а в нашей жизни, царем над нами, царем над всем миром, царем над всеми народами и конкретно надо мной. Моя жизнь начинает быть посвящена Всевышнему в этом тшува. Вильянский Гаон по этому поводу писал, что у Вышней царь и правит народами. Гаон объяснял, что есть великая разница между царем, которого мы выбираем и любим, и властелином, тираном, который нами правит. Наша основная внутренняя душевная работа, работа нашей души – это выбрать добро в этом мире. И вот как раз в этом и заключается воцарение, так сказать, Всевышнего в нашей жизни. Когда мы выбираем добро, потому что мы любим, потому что мы хотим, потому что мы желаем, не потому что мы заставлены, потому что мы трепещем просто от страха. И вот этот наш выбор заключается в том, что перед нами две книги, так сказать, символические. Мы должны выбрать книгу добра и жизни или книгу смерти и книгу зла. И мы выбираем добро для себя. Но на самом деле выбираем мы это добро, конечно же, в своей жизни. И я знаю, что вы по этому поводу можете спеть нам песню. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и поймет каждый созданный, что ты его создал. Смысл заключается в том, чтобы человек осознал, чтобы человек выбрал, чтобы люди осознали, чтобы люди выбрали. Наша Тора говорит, «Силой и армией завоевываются сердца и души людей, и в этом смысле и ваши слова, и ваши песни, и ваша музыка, мне кажется, это прекрасный ответ на то насилие, которое сегодня происходит, к сожалению, на территории бывшей нашей с вами Родины. Там, где мы родились физически сердца наши стремятся к Иерусалиму, в любом случае находимся мы сейчас с вами в городе Нью-Йорке. Я хотел бы вернуться к такому вопросу, что ведь между Роша Шона и Йом Кипром это 10 дней раскаяния. И при этом мудрецы Талмуда рассказывают, Маймонид Великий сделал это своим законом, что человек в Роша Шона в судный день, он должен знать, что есть три книги. Есть книга праведника, в которую он записывается, если он заслужил своими поступками. Есть книга негодяев, не дай бог, в которую он может попасть, если он заслужил своими прегрешениями. Есть книга средних, и при этом каждый человек должен ощутить себя средним после Роша Шоны и знать, что если он раскаялся в эти 10 дней раскаяния, то тогда он заслужит жизнь и будет записан в книгу праведника. Интересно, что здесь великий раввинер, быцель о Петербурге, живший где-то 100 с лишним лет тому назад, когда-то бывший в столице Российской империи, он задал очевидный вопрос. Он говорит, ну понятно, что если человек средний, это потому что его прегрешения и его добрые поступки находятся в каком-то балансе. Если он ничего не сделал, включая, не раскаялся в эти дни, то он должен был бы остаться средним. И вдруг оказывается, что в эти 10 дней раскаяния третья книга средних исчезает, остаются только две другие. А что же с ней? Вы посмотрите, не просто мы знаем о том, что наступает Роша Шона, 10 дней раскаяния, через 10 дней Йом-Кипур, и мы этому посвящаем наше время, наш вот этот период времени. И тем не менее мы подходим к Роша Шона ощущающими величину момента, серьезность момента. Если вдруг мы ее не ощущаем, посмотрите, чуть не каждый год перед Роша Шона случается что-то, что нас должно пробудить. Я вот смотрю, сколько лет, именно в августе, именно в начале сентября, именно вот к этому времени вдруг в мире случаются такие вещи, которые должны нас встряхнуть. Если ты вдруг забыл, что Роша Шона, если ты вдруг забыл, что Йом-Кипур через неделю, Всевышний тебя встряхивает и заставляет подумать о том, что ты, кто ты. Будильник звонит и звонит и разрывается, если ты после этого это не слышишь. Ну, что ж тогда говорить? Я надеюсь, что мы все это слышим в какой-то степени, все мы это услышим. Все мы на этой стороне людей, делающих чуву. Особенно мы, балы чува, люди, которые однажды проткнулись евреями, да, будучи, родившись в нерелигиозных семьях, да. Вдруг мы стали соблюдать где-то, когда-то, кто-то недавно, кто-то давно. Тем не менее, не бывает бывшего балчува. Не должно быть бывшего балчува. Балчува должен быть всегда балчува. Не то, что я когда-то, 40 лет назад сделал обрезание или начал одевать тфилин. Каждый день я должен быть балчува. Мой Рэбе говорил, что Новый год еврейский нужно встретить так, чтобы зарядиться новизной на каждый день года. И ощущать эту новизну. И духовный рост каждый день. И обновление своей души каждый день. Но вы знаете, что ответил Гицель Петербургер? У нас есть удивительная заповедь идти в Иерусалим. Три раза в году мы идем в Иерусалим. Праздник Исхода, праздник Дарования Торы и праздник того, что мы выжили в изгнании. Праздник Суббот. И отвечает он, потому что сказал пророк, взывайте, когда я близок. Он приближается к нам в эти 10 дней. И когда Всевышний идет к нам, то это меняет все. У нас даже нет заповеди идти к Нему в эти дни, вот именно идти в храм. Да потому что Он приходит к нам. Но когда Он уже идет к нам, как же мы можем не идти к Нему? Так отвечает, по сути, рыбыцеля Петербургер. Если Всевышний протягивает тебе руку, а ты эту руку не принимаешь, разве есть большее... Он пишет там слово «хуцпа». Сегодня американизм «хуцпа». Его не евреи понимают. Есть ли большая наглость, как не пробудиться и не пойти навстречу Всевышнему, когда Он выходит навстречу тебе? И надо сказать, что рыбыцель Гутнер, глава Ишивы Хамберлин в Нью-Йорке, он эти его слова Ицеля Петербургера интерпретировал таким образом, что вот этот баланс между добром и злом внутри каждого человека, больше у нас заслуг или больше у нас грехов, это не просто какая-то там арифметическая их сумма. Это не что-то внешнее, а это внутренний выбор между добром и злом внутри души самого человека. Поэтому когда мы выбираем между книгой добра или книгой зла, книгой жизни, книгой нежизни, или книгой праведников или книгой неправедников, это прежде всего внутренний выбор внутри самого человека. И это и есть коронация Всевышнего, то есть коронация добра в своей жизни. Поэтому человек не может продолжать сидеть на заборе и не выбирать Когда мы видим в этом мире несправедливость Когда мы видим, что льется кровь Когда мы видим, что творится зло То может ли еврей остаться сидеть на заборе и говорить Это не наша война, или это меня не касается, и я не должен делать выбор Я понимаю, что мы можем быть осторожными Я понимаю, что государство Израиль имеет ответственность перед своими гражданами И так далее, да, я не призываю к каким-то безрассудным действиям Но если мы говорим о внутреннем выборе То выбор мы должны сделать в своей душе И мне кажется, что еврей должен быть на стороне добра по жизни Абсолютно с вами согласен Есть такая фраза, есть такое описание Всевышнего Ашем евакеш эзанирдав Ашем всегда на стороне преследуемого И здесь, когда мне говорят, что одна нееврейская страна Воюет с другой нееврейской страной Если Всевышний всегда на стороне преследуемого То и мне тоже надлежит быть всегда на стороне преследуемого Из этих двух стран Я просто смотрю, кто на кого напал На чьей стороне должны быть мои симпатии На стороне преследуемого И если мы с вами, еврейский народ Являемся проводниками света Всевышнего То у нас ведь огромная обязанность Представляя Всевышнего Поддерживать справедливость, милосердие И мне кажется, нет ничего страшнее в каком-то смысле Чем евреи, которые или проявляют безразличие Или, не дай бог, даже поддерживают не ту сторону в истории Потому что это осквернение самой идеи И по этому поводу, может быть, вы нам споете еще одну песню Спою по-русски Я спою песню известную Не только по-русски Я там вставил один куплет на идише Будет приятно тем, кто его помнит, знает Или просто звучание И мне было очень интересно Акуджаву перевести на идише Хотя бы часть его песни Пока земля еще вертится Пока еще я рак свет Господи, дай же ты каждому Чего у него нет Умному дай долг Свет трусливому дай коня Давай счастливому дей И не забудь про меня КОЛЗМАН ДЕККОЙ УДРЕЙЦИХ НОГ КОЛЗМАН СИСНОЕЮ ДЕШАЙ ГОТИНЬЮ ГИБАЙЙДАРА ЙЕНС УСПАЛТОЙ ЗВАЯМ ЗАЙ ЗВАЯМ 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 ПОЛЗМАН СИСНОЕМ ЗВАЯМ 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 ДАЙ ПЕРЕДЫШКУ СЩЕДРОМУ И ХОЛДА И СХОДА ДНЯ КАЙНУ ДАЙ И РАСКАЙ И НЕ ЗАБУДЬ ПРО ВЕНЁ Я ЗНАЮ, ТЫ ВСЁ УМЕЙ Я ВЕРУЮ В МУДОСТЬ ТВОЮ КАК ВЕРУЮ СОЛДАТ УБИНТЫЙ ЧТО ПРОЖИВАЕТ В РАЮ КАК ВЕРИТ КАЖДАЯ МУХА ТИХИ РЕЧА ТВОЮ КАК ВЕРУЮЩАЯ МЫ СТАТО НЕ ВЕДАЯ, ЧТО ТВОРИМ ГОСПОДИ МОЙ БОДЬ СЕЛЕНОГЛАЗЫЙ МОЙ И ПОКАЗЕМЛЯ ЕЩЁ ВЕРТЕТСЯ И ЭТО ЕЙ СТРАННО САМОЙ ПОКА ЕЩЁ ХВАТАЕТ ВРЕМЯ И ОГНЯ ДАЙ ЖИ ТЫ ВСЕМ ПОНЕМНОГУ НЕ ЗАБУТЬ ПРО НЕЁ ДИБЬЕЙ ДЕ РАЙНЕМ ЗУБИСЛОМ УН ТОНИ ПАХЕДНУМ УН МИНЕ ДИБЬЕЙ ДЕ РАЙНЕМ ЗА ГОДА ДИБЬЕЙ ДЕРАННО